пока малой спит а старший сашка и бассейн у меня есть свободная минутка чтобы вам рассказать я думаю будут вопросы у многих о том сколько в итоге нам вышел переезд границы я попросила сашу и саша записал все наши расходы по сколько это стоит и так а мы значит заранее забронировали переезд машину потому что есть кого-то на 70 машин в день и это стоит где-то там по 100 шекелей на человека но это в принципе и вы и так будете платить эту пошлину потому что на машине что не без машины простуды и чем заказать что машин поедет но платите за людей где-то там 104 шекель это онлайн и на этой стране на стране израиль еще из расходов это вы можете сделать международные права это оформляется в оптиках в некоторых это стоит по моему девять шекелей что-то такое и еще нужно сделать перевод на английский решаем раева лицензия на машину это стоит на границе 23 шекеля можете сделать это где-то заранее вот это все а вот со стороны египта там чутка в принципе сопоставимые расходы значит это буду перечислять египетских фунтов они оформляют египетские права это стоит 1300 египетских потом еще какую-то бумажку на машине еще 160 египетских фунтов там они везде просят чаевые и лучше их заплатить иначе будете стоять еще дольше саша заплатил 600 но вы помните да и мы на границе находились четыре часа и мне такое ощущение что тут все кто приехал с нами как-то уехали намного быстрее потом мы заплатили 180 египетских фунтов за смену номеров на египетские и 1200 египетских фунтов это транспортный сбор за использование дорог его платят как пешеходы так там еще отдельная такса за машину и того у меня вышло 3440 египетских фунтов если округлить это три с половиной тысячи приблизительно по курсу это четыреста двенадцать шекелей и того 400 шекелей на израильской стороне 400 шекелей на египетской стороне где-то 800 шекелей граница выходит тут расходы из хотите тоже могу посчитать но я вам рассказывала почти полный бак бензина 50 с небольшим шекелей самый дорогой мы вчера мороженое взяли вот в этом саха центре два шарика вышла что-то там скажу 150 египетских фунтов это 20 шекелей это очень дорого для египта это космическая сумма вот короче мы уезжаем пробка на выезд из шарм-эль-шейха ну так еще небольшая и вот этот великий китайский забор великий египетский забор черный знак знак анархийный забор думаешь ты знак анархийный может это какой-нибудь мир срут май я вам говорила про такие черные насыпи прям полосками вот на этой горе прям кто-то видно они как будто дорожки видите вот прям такой провал дороги вчера был дождь с грозой и много и в израиле мы читали то что дороги немножечко как-то это подупали и египте такая же проблема видео уходит грунт да с той стороны там тоже поэтому и хоть и две дороги в одну и в другую сторону но сейчас едут хрен знает как пойми то эта дорога превращается в двустороннюю могу вода в пустыне да вот то что дождь прошел и вон прям все разломалось обладать да один дождик и все и не к дороге о господи а нам куда дальше стойку до дорога закончилась а теперь наш участок получается этот размыло не завтра кстати тоже дождик обещают поэтому кто поедет завтра тоже будет сегодня вроде нету дождя такая дорожка ну да да вся под упала слушай ну не так утром был дождик чтобы так размыло все-все-все дорог они чё каждую неделю перекладывают что ли после каждого дождя нельзя может дождь наверное совсем редко да видимо мы застали какое-то уникальное явление подсниму еще вам видео такое под скриптом после отдыха в Египте мы по Египту не будем скучать не могу сказать что нам прям сильные домой хочется в Израиль потому что не знаю я встречаю израильтяна в отеле тоже испытываю какие-то не самые нежные чувства потому что они там ведут себя соответствующе израильтянам вот поедем сейчас домой в Израиль егнем хочется конечно в свой быт вернуться где-то да потому что дети очень привыкают им трудно перестраиваться ну и плюс все-таки хоть немножко садика но будет ну вот опять эти полоски появились какие-то странные как будто насыпанные есть прям такие ровные-ровные как будто их реально знаете сверху посыпали так интересно прям дорожка как будто идет меня вот завораживают горы я вижу много разных красок вот такие вкрапления разноцветные вот этот песочный кусочек здесь на дороге не так много да да пойдем кататься за вас фото фото какого да это остров на котором расположилась крепость да скоро граница опять мы на доможне на египетской стороне уже заплатили 500 египетских фунтов 200 за смену номеров и 300 непонятно за что ну хотя бы иммиграционные карточки в этот раз сами заполнили и эта часть бесплатна так тут у нас что-то еще будем платить значит но немного сейчас машина вещи из машины достает вплоть до запаски даже ее на рентгене смотрели мы прошли таможню в принципе часа за полтора чтобы нигде не стреляли пока тут вышел зашел показал проштамповал в общем уже 6 вечера и наверное мы уже никуда в интересные места не успеваем все закрывается максимум в дельфине пляж поплавать но что тут совершенно не хочется так что наверное напрямую поедем домой ну сейчас может быть перекусим максимум где-нибудь с видом на море что сказать ну в обратную сторону таможня намного проще проходится и дешевле сюда конечно это была катастрофа мы сегодня познакомились в бассейне тоже с русскоговорящими израильтянами женщина из Хайфа рассказывала она узнавала у нас сколько стоит на машине пройти таможню а я у нее спрашиваю а сколько стоило вам без машины она говорит я ничего не поняла у меня как дети орут эти просят тут дайте там дайте в общем тут 300 там 500 я ничего не понимаю я не знаю сколько я потратила это наверное причина по которой в интернете нету нормальной информации сколько стоит пройти таможню из израиля в Египет попробуйте поискать там вообще нету данных они есть эти данные но они такие разные странные в общем Саша пошел менять обряд на тугорики на шайкеле и и и и и и и и и еще оказывается нам все таки должны вернуть за томаса нам сейчас возвращают изначальную оплату мы платили когда онлайн это я говорю за четверых должны были за троих за Томаса мы не должны были платить вот сейчас Саша возвращает за Томаса конечно, Натальская таможня на контрасте с египетской страной тут тебе и кресло-каталки и какие-то чарджинг-поинты да, конечно, нужно в общем, зарядные устройства для телефона вот ну такое все современные, нигде не просят у тебя никаких чаевых, кроме того, что написано в целом все как-то попонятнее ну еще такой хай-тек можно сказать особенно на въезде из арабских стран предвосхищая ваши вопросы по поводу полной стоимости нашего отдыха решила рассказать вам я прям все посчитала у меня тут вот есть записи прям все-все-все вспоминали каждая мороженка каждая пироженка сладкую вату отдыхали мы в общей сложности 6 ночей это 7 дней и потратили мы ставьте на паузу гадайте, гадайте пишите в комментариях сколько, сколько вы думаете 2451 шекель это для Израиля просто копейки на отдых на недельный с двумя детьми с тем, что мы там купались кушали ели покупали себе сувениры ходили в аптеки заправляли машину то, что мы ездили там на машине вот такие дела так что в Египет ездить реально выгодно а если, например поехать в Табу то будет еще выгоднее потому что для тех, кто останавливается в отелях Табы им Израиль потом возвращает вот эту оплату со стороны Израиля ну то, что по факту получается проживание у нас вышло где-то 1200 шекелей граница вышла у нас 760 шекелей это вот в общем да? в общем туда 800 шекелей обратно 500 египетских фунтов и еще на обратном пути с израильской стороны нам вернули 100 шекелей ну то есть вот так я говорю считать было непросто то, что туда-сюда фунты доллары постоянные какие-то чаевые ну так общую сумму подбили вот ни в чем себе особо не отказывали все ездили в магазины вот ну просто там все очень дешево я в Египте уже не первый раз я когда была одна ездила с подружкой в Египет это кстати Египет это моя первая заграничная поездка такая серьезная самостоятельная поехала я в 2004 году вдвоем с подругой были в отеле запомнила его название Sunny Days El Palacio Resort по-моему так назывался в Хургаде 5 звезд мы ездили весной я помню что были очень было очень холодно что там такая лагуна у отеля бассейны что-то я примерно не помню может быть они были но они тоже холодные лагуна была жутко холодная да бассейны были они были холодные лагуна холодная поэтому вот сейчас я как бы вообще зная что это за тип отдыха я специально искала отели с теплыми бассейнами потому что я знаю что еще не сезон и море достаточно прохладное и не люблю холодное море я люблю теплую водичку поэтому я искала именно отель в которых есть подогреваемые зимой бассейны вот если отвечать на вопрос не жалеем ли мы что поехали потому что и дорога дальняя там получается мы 12 часов в одну сторону ехали часов 12 в другую ну обратно нет ну то есть как бы у нас альтернатива-то была либо всю неделю на Песах оставаться в Израиле здесь дома потому что мужу отпуск садиков нету никаких продленок нету вот либо вот поехать в Египет ну при такой вот альтернативе мне кажется Египет даже несмотря на то что с детьми ну нам было очень непросто у нас то что дети достаточно активные возраст у них такой очень сильно разный у них разные потребности сейчас было трудно но все равно вот если бы откатить время назад и выбрать выбирать я все равно выбрала Египет но единственное мы бы заезжали наверное у нас получилось что мы границу в сторону Египта проходили прямо в Песах когда ее проходили все израильтяне и это было ужасно долго вот наверное это бы можно было исправить в нашем путешествии так все равно округ получается видите как выгодно надо вот ну еще сказать и как-то возвращаться было даже приятно такое значит ощущение что у гостя хорошо а дома лучше то есть уже в Израиль мы там попадаем как домой как раз вот буквально на днях мы отпраздновали День Алии нашей семьи у нас 5 лет в Израиле и что хочу сказать ну вот в общем что мы вот приехали и знаете какой-то хоть такой островок стабильности ну как-то в Египте вроде как там на Синае достаточно безопасно но все равно на дорогах как-то абсолютно у них там хаос и мы приезжаем в Израиль мы как бы я обычно кляну израильских водителей ну как-то после Египта такой думаешь фу эти хоть и неадекватные наши израильтяне но они вроде как наши и дороги тут у нас получше вот ну скажем так и такое первое время такое облегчение потому что ты понимаешь что ты в таком в домике какой-то безопасности относительной ну такое-то чисто на ощущение это быстро проходит особенно когда поедешь дальше по дорогам залетяне водят тоже очень-очень странно как мне кажется небезопасно вот ну плюс этой поездки почему еще не на самолете потому что было бы очень дорого и куда-то улетать с детьми ну и вообще как на самолете мне неудобно тут как бы мы погрузили в машину все что вообще нам нужно и не нужно особенно с детьми это актуально потому что такие памперсы смеси какие-то игрушки лишние можно взять и ты особо не думаешь о том что у тебя всего там нужно уложиться в два чемоданчика нет мы такие короче подушки какие-то брали одеяло чтобы было удобно вот ну и удобно то что мы в машине то что я например переживаю что вот те кто например оставляет машину в Эйлате еду дальше на такси а как с таким маленьким ребенком где я возьму там детское кресло а там еще от границы до Шарма и Шейха три часа например и что я три часа буду на руках ребенка держать двухлетнего а он вот такой весь это просто ужасно за три часа от такой поездки чокнуть поэтому конечно на своей машине прямо дома до гостиницы это мега удобно по поводу безопасности могу еще раз вернуться к этому вопросу некоторые люди там отговаривают особенно те кто давно приехал отговаривают всех остальных что вот на машине не надо в Египет это опасно лучше там со своим ходом и поэтому не такой большой поток машин из одной страны ну пожалуйста это хорошо не ехайте мне то что но это достаточно как мне показалось не соответствует действительности на Синае ездить безопасно там на каждом не знаю шагу эти блокпосты с военными и военных намного больше чем каких-либо бедуинов все-таки это международный уже курорт и Египту просто невыгодно чтобы там что-то серьезное происходило а сам Шарм-Эль-Шейф там где находится аэропорт этот город вообще обнесен такой стеной как в голодных играх что ну там точно можно чувствовать о безопасности то что ну там прям вот такой бункер так бункер вот ну может быть мы еще не переживали потому что у нас машина такая которую ну не жалко если ее украдут или что-то такое ну у меня вообще я в последнее время к вещам так отношусь что мне будет жалко например фотоаппарат если его украдут ну то есть не сам фотоаппарат а именно там то что на нем какая-то флешка на которой я там сняла какие-то моменты памятные а сам фотоаппарат ну ок ничего заработаем купим новый или не купим ну и ладно вот то же самое с машиной ну это машина это средство передвижения мне конечно лишний раз не нравится когда например изральтяне открывают дверь в мою машину что происходит достаточно часто ты ну я не могу к этому нормально относиться но уж если как бы так случается особенно если ну там я особо не буду плакать год вот такие мои мыслишки по поводу поездки в Екипет если что-то осталось то что я вам не осветила и вы хотите меня вдруг что-то спросить милости прошу в комментарии ну а у кого нет вопросов то не забывайте поставить лайк кошки подписочку оформить на наш прекрасный канал а еще вообще-то вы можете донатики нам тоже прислать у меня уже давно настроенный вариант как это можно сделать в описании к видео вы можете посмотреть ну не забывайте что я уже давно веду телеграм телеграм чат про Израиля где вы можете что-то спросить то вообще про Израиля так я выкладываю туда такую актуальную информацию для всея Израиля но это такой не новостной канал а именно такой лайфхак канал про полезные фишечки в Израиле отъехали немножко таможни тут на берегу моря есть кемпинг и мы решили тут немножко поужинать перекусить и поехать уже напрямую даю к нам вот как-то так это выглядит наша скромная трапеза на земле обетованной трапеза трапеза Что же там? Что же там происходит? Что там? Что там? Покажите, покажите. Покажите, пожалуйста. Ну, мне, мне, мне. Смотрите, набрали Красное море с нашей стороны. Кораллов. Ракушку красивую, Роберт, я тебе положила. Не отдала. Меня просила девочка, ее отдай нам, пожалуйста. Я сказала, нет, нам нужна Роберту. В общем, не буду вам в ночи записывать прощание. Сейчас с вами попрощаюсь. А на Красном морюшке еще не доезжаю до Илата. До будущих встреч. Пока-пока. С вас лайк, подписка, колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok